Приветствуем вас, уважаемые зрители нашего YouTube канала. С вами интернет-магазин сетевого оборудования lantork.com и в этом видео у нас обзор производительного маршрутизатора от компании микротик модель CCR1009 7G1C1S Plus PC. Данное устройство это продолжение эволюции популярного маршрутизатора CCR1009 и латвийская компания ставит особый акцент на том, что к разработке данного маршрутизатора они подошли со всей серьезностью и учли фидбэк от пользователей, собранный на протяжении трех лет. Итак, давайте сперва распакуем и посмотрим заводской комплект поставки CCR1009. Устройство поставляется в картонной коробке, что мы видим внутри. Сперва нас встречает инструкция по быстрой настройке инсталляции. Под защитным поролоном мы собственно сразу же видим наш маршрутизатор, к нему мы еще вернемся. Далее в комплекте у нас имеется набор уголков для крепления в стойке, также тут есть винтики и есть силиконовые ножки для того, чтобы использовать настольное исполнение. Также производитель в комплект добавил OPG кабель для USB, блок питания постоянного тока, а также кабель питания к нему. И длинный уголок, так как маршрутизатор стал меньше размером и для того, чтобы встать в стойку в один юнит, пришлось уголок сделать большего размера. Основные нововведения в CCR1009-7G1C1S-PC заключаются в том, что теперь у нас все сетевые интерфейсы напрямую подключены к центральному процессору и устройство лишилось промежуточного свит-чипа. Также у нас появился комбо-порт, но к нему мы еще вернемся. Также изменения коснулись и системы охлаждения. Теперь она пассивная, то есть маршрутизатор не издает шума. Также с передней грани производитель убрал жидкокристаллический экран и поместил его наверх. Это позволило устройство сделать гораздо меньшего размера. Теперь оно нормально помещается, допустим, на стол и ничему не мешает. Взяв в руки CCR1009-7G1C1S-PC, обращаюсь внимание на дизайн корпуса. Он металлический, а на задней грани сразу видно массивный радиатор охлаждения. Его установка позволила не устанавливать активное охлаждение, а выделяемое процессором тепло с помощью тепловых трубок, и радиатор рассеивается в окружающую среду. На верхней части корпуса мы видим брендовое тиснение, а также производитель перенес сюда сенсорный ЖК-дисплей. На дисплее у нас может отображаться состояние маршрутизатора, трафик, который по нему идет, и с помощью него можно менять некоторые конфигурации. Что ж, давайте посмотрим на переднюю панель. На передней панели, ну, давайте пойдем, наверное, по порядку. Первое, что мы видим, это слот для 10-гигабитных SFP-плюс модулей. Далее за SFP-плюс портом находится так называемый комбо-порт. Это что означает? Означает это то, что на 1-гигабитный сетевой интерфейс приходится два физических порта. Один для модулей SFP, то есть для подключения оптических сетей, а второй стандартный RJ45-гигабитный Ethernet. Одновременно использоваться может только один из них. Для этого нужно сделать определенные настройки в роутер ОС. Также производитель по многочисленным просьбам пользователей сделал возможность использовать в порту для SFP-модулей. SFP-модули не только гигабитные, но и 100-мегабитные. Использовать комбо-порт лучше всего для апплинка, так как он имеет аппаратный failover. То есть в случае аварии, если у нас сигнал пропал на одном канале, маршрутизатор сам переключится на второй. И также между ними находятся световые индикаторы состояния. Далее мы видим 7-гигабитных Ethernet-портов. Все они напрямую подключены к центральному процессору. Интерес вызывает у нас последний, седьмой порт, по которому устройство может получать питание по витой паре, по технологии PassivePoE. Таким образом мы можем резервировать это самое питание. За Ethernet-портами у нас находится маленькая кнопочка Reset, консольный порт RS232 и под ним разъем для смарт-карт. Далее у нас находятся два светоиндикатора состояния, а также USB-порт. На этом на передней панели у нас все. Что на задней? Ну, на задней, кроме самого массивного радиатора охлаждения, мы можем видеть, во-первых, разъем для подключения блока питания постоянного тока, а также слот для microSD-карт. И в уголке, в правом нижнем уголке, мы видим барашек для подключения заземления. CCR10097G1C1S Plus PC – следующее поколение популярного маршрутизатора, на изменения в котором в большей степени повлияли сами пользователя. А с вами был интернет-магазин сетевого оборудования Lantork.com. Подписывайтесь на канал и до встречи в других видео!